Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь стоит отметить, что если вы обратились за именно поддержкой касательно своей ситуации, своей истории, если вы обратились именно за тем, чтобы получить именно некую поддержку от нас, то это одно. Это один момент. Если вы обратились к нам с той целью, чтобы прояснить ситуацию, которая сложилась у вас, и разобраться в ней, это немножко другое. В первую очередь желательно понять вам самой, для чего вам самоужество. То есть для чего оно лично вам нужно. Зачем оно лично вам? Почему вы, если угодно, так в нем нуждаетесь? Почему, если угодно, вы так хотите? Этого самого замужества. Мне кажется, что это очень важно. То есть вы говорите о том, что хотите замужество. Ну, если вас это волнует, что вам это важно замужество. Но для чего и почему вам это важно, вы не говорите. Ну, мы не раскрываете этот момент никак. Так. Далее. Значит, если мужчина не женится, значит, он не хочет это делать. Наталья. Если он этого делать не хочет, значит, ну, таково его решение, таково его текущее состояние на данный момент. И тут очень важно понять, почему вы не принимаете его решение. То есть вы говорите о неопределенности, но с чем эта неопределенность связана? То есть почему ваша определенность, ваша определенность зависит условно от решения мужчины жениться на. Это получается, что ответственность на себя, за себя же, вы, ну, берете с некоторым трудом, трудом. Вот. Далее. Правда ли вы считаете, что ссорами, требованиями, значит, вы добьетесь того, чтобы мужчина все-таки на вас женился. Ну, очевидно, что нет. Очевидно, что чем больше вы будете на него давить, тем меньше он будет хотеть это сделать. Далее. Не хочется ли вам, не хотелось ли вам, чтобы это было некое все-таки такое свободное решение мужчины? Мужчины? То есть свободное и, ну, может быть, приятное решение жениться на вас. Пока я вижу то, что вы стараетесь на человека давить. Вы давите на него. Но насколько свободен подобный подход к отношениям в том числе? Можно ли выстрелить в таком подходе конструктивные отношениям? Дальше. Значит, я живу с мужчиной, пишите вы, уже третий год, в гражданском браке. За это время я помогла ему купить квартиру и машину. Ну, вы сделали свой выбор в пользу того, чтобы жить с мужчиной. То есть, вы решили с мужчиной жить, значит, не заключая официального брака. По сути. Если так, то возникает вопрос. А какой массив у вашего мужчины? Именно мотив какой у вашего мужчины? На вас жениться. То есть, что для него изменится? Понимаете? Какой ему смысл? На этот вопрос также очень важно ответить. Потому что если вы не сможете сказать, для чего мужчина на вас жениться, то вряд ли он ответит на этот же вопрос. Я уверена. Вы пишите, я помогла ему купить квартиру и машину. Хорошо. Такое ощущение, что вы, как будто бы, ну не знаю, ставите себе это в заслугу, что ли. То есть, то есть, типа, вот я, значит, ему помогла и так далее. Вопрос. Для чего вы это сделали? Для чего, зачем вы помогали ему? То есть, вам этого хотелось? Вы хотели этого? Я имею в виду, ему помочь? Или, как? Насколько вы были, к примеру, к примеру, свободны, когда помогали ему? И были ли вы свободны, когда ему помогали? Ожидали ли вы чего-то от такого рода помощи ваших действий по отношению к нему или нет? На мой взгляд, это очень важный момент, потому что вполне вероятно, вполне вероятно, что вы действовали, ну, с определенными ожиданиями. Если это так, то подобного рода отношения вряд ли можно назвать искренними и полностью здоровыми. Конечно же. Далее. Вы пишите о том, что значит, он очень хорошо относится к моей дочери от первого брака. Ей 8 лет. Если человек хорошо относится к вашей дочери, то, что это значит для вас. Хотелось бы, конечно, в данный момент преследовать. Преследовать, чтобы понять, насколько это вам важно, насколько вы отдаете предпочтение тому, что у него хорошее отношение с дочерью. Ну и, собственно, для чего вы это написали. Дальше. Я помогаю ему финансово. Опять же, опять же, цель. Цель. То, что вы помогаете ему финансово. Какая цель? Какая цель? Вы делаете это потому что что? Потому что что? вам, например, так хочется. Вы делаете так, потому что считаете себя обязанной. Или как? Чем продиктована его необходимость обещать жениться? Это очень важный момент. Тоже. Далее. Жениться он только обещает. Ну, как бы, чем продиктована его необходимость обещать жениться? Эти обещания растянулись уже на годы. Причину, которую он называет, это финансово нестабильная ситуация. Хорошо. Для него это действительно важно? Как вы считаете? У него за плечами два брака, которые закончились разводами. Соответственно, если у него два брака закончились разводами, очевидно, что и третий брак, скорее всего, тоже может закончиться разводом. просто потому что, просто потому что, просто потому что, что-то в браках привело к этим самым разводам. Я полагаю, что это очевидно. И не факт, что мужчина, соответственно, ну, изменился как-то, да? Совершенно не факт. Дальше. В паспорте нет места для нового штампа, и, кстати, это причина тоже как соломинка. Соломинка для чего? Соломинка куда? Пойти поменять паспорт не хватает то времени, то денег. Ну, соответственно, нет желания. Отношения наши хорошие. Что вы подразумеваете под хорошими отношениями, Наталья? Но меня стала напрягать неопределенность. Это ваше чувство неопределенности, это ваше ощущение незащищенности, соответственно, вам с этим чувством и нужно разбираться. Мужчина здесь ни при чем. На этой почве мы ссоримся, а вот здесь вы переносите свои негативные чувства на человека. И опять же, не вы ссоритесь, это размытие ответственности происходит. Не вы оба ссоритесь, а именно вы напали ссоритесь, потому что вас что-то не устраивает. Ваша позиция, если это ссора, ваша позиция, скорее всего, обвинительна. Тут нужно учиться навыкам бесконфликтного общения для того, чтобы, ну, конструктивно высказывать свои мысли относительно интересов, которые у вас имеют место быть. Потому что через ссоры совершенно очевидно, что интересы высказывать у вас не получается. Он говорит, что когда посчитает нужным тогда, и папа поменяет, и женится. Ну, это его право. Мне уже 38 лет. И что? Какое отношение вы вкладываете в это? Понимаю, что меня просто кормят завтраками. Как мне быть? Как быть, чтобы что? Как проявить мудрость? В чем? Чувствовать себя спокойнее, не проводить над своей защищенностью. Может просто перестать мечтать о замужестве? Понимаете, мечтать, перестать, может быть, и не обязательно, а вот понять, что оно для вас значит, вполне себе реально. Но я просто женщина, и как это связано с тем, что вы мечтаете о замужестве, не очень понятно. То есть, по вашей логике получается, что любая женщина мечтает о замужестве только потому, что она женщина. Простите, но это немного утопическая картина, и это, я бы сказал, ну, дискредитирующая, дискредитирующая именно женщину картина. Потому что женщина мечтает о замужестве, как правило, именно мечтает о замужестве, как правило, в том случае, если она недостаточно реализована. В этом случае происходит мечтание о замужестве. То есть, как бы, здесь ваша связь, да, она, ну, логическая, логическая цепочка. Здесь она, у вас, мне кажется, нуждается в корректировке. Вот. Нужна цель. Нужно, чтобы вы определились с целью, то есть, как быть, чтобы что. Это очень важно. Вот. Мудрость, это тоже хорошо, но, понимаете, если вы, если вы будете стараться быть мудрой, мудрой, но при этом, значит, будете действовать, ну, в исчерп, как бы, своим интересам, что это, мягко говоря, будет, крайне, крайне, крайне неэффективной моделью поведения. Поэтому, здесь, опять же, важнее не проявлять мудрость, как таковую, а здесь, куда важнее, более, может быть, более конструктивно говорить о своих чувствах, более лично, может быть, говорить о своих чувствах. Вот. Это то, что вы можете сделать сами. На мой взгляд, это то, что вы можете реализовать самостоятельно. Вот. Вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я бы сказал, что мудростью здесь будет понимание того, для чего вашему мужчине на вас жениться. И мудростью здесь будет такое поведение, которое подстегнуло бы его к тому, чтобы он на вас женился. Если же человек этого не делает, и вы не знаете, что ему нудно, и почему он этого не делает. Здесь можно, простите меня за, может быть, излишнюю прямоту, здесь можно говорить о том, что вы человека недостаточно хорошо знаете. И в таком случае можно говорить о том, а монет вам Ирана еще, еще жениться. Ну, это, безусловно, лишь только предположение на далее. Вот, в принципе, так. Я полагаю, что у вас тоже отношение, очевидно, складывается далеко не благополучно. Далеко не так благополучно, да. Тут у вас есть ребенок от первого брака. Вот, соответственно, первый брак у вас тоже распался. И я так думаю, что этот момент тоже желательно поисследовать и разобрать, как так вообще вышло, почему так вышло, что привело к тому, что ваш брак распался. Ну, вот именно предыдущий. Вот. Я думаю, что проанализировав эти аспекты, мы как раз таки и сможем помочь вам во всей этой истории разобраться, и вы увидите выход, вы увидите то, как можно будет себя вести, вы увидите выходы из ситуации, вот, и сможете адекватно зачищать свои интересы. Вот. Мне, по крайней мере, мне, по крайней мере, представляется так ситуация. Я, конечно, могу чего-то не знать, но, исходя из той информации, которую вы предоставили, вывод сделать можно именно такой. Вот. Значит, ну и, на мой взгляд, совершенно очевидно, что у вас есть определенные страхи. вы боитесь чего-то, что так, наверное, будет достаточно сложно сказать, чего именно вы боитесь, но, тем не менее, вполне возможно. Соответственно, со страхами я бы тоже рекомендовал бы поработать, потому что это такой очень важный момент. они могут вам мешать, значит, занимать адекватную позицию в тех моментах, где она нужна, и, соответственно, влияет на то, как воспринимает вас партнер. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Постарайтесь говорить именно о том, что вы хотите, именно о том, чтобы отволноваться с мужчиной, с дочерью, с окружающими людьми. То есть не требовать что-то, а именно говорить о своих чувствах. Это очень важно. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Ну, я захотел. Я добавляю хорошее количество ратекватной аппарат. На сайте, чтобы было хорошо. И вот я поставил все в сравнении. Постарающуюся реквизировать.